Я когда приехал в Сан-Франциско, первое, что я решил сделать, я решил поговорить со всеми эмигрантами русскими, украинцами, там говорят, мы русские, на самом деле евреи, армяне и украинцы, ну там русские все, в Лос-Анджелесе, никаких русских там нет, ну чуть-чуть может есть, в основном украинцы, евреи и армяне, вот все русские, вот и я с ними, вот со всеми этими эмигрантами там общался. И что вы думаете? Пять лет привыкания к другой культуре, которая им чужда, пять лет ностальгии по людям, по природе, по отношениям, даже по пище, по всему, понимаете, пять лет мучений. И потом человек уже понимает, назад дороги нет, но ему надо принимать эту новую жизнь, а принять ее полностью очень сложно, потому что менталитет людей это колоссальная сила, влияющая на сознание, колоссальная. Вот, допустим, одна женщина мне сказала, я все принимаю, но я не могу принять вот это, как бы, американское отношение к личности, ну то есть, сегодня ты для него есть, завтра тебя для него нет, ну то есть, ну как бы, мне нужны отношения, я не могу так, сегодня улыбаются, завтра тебя подставляют. Ну то есть, я люблю стабильность. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, это не то, что там плохие люди, там просто другой менталитет. Или, допустим, в Индии те же самые дусы, они улыбаются и обманывают одновременно. Им нравится так. У них такая вот культура. Им хорошо. Везде свои особенности, понимаете? Вот, допустим, здесь очень нежные, мягкие, чуткие, деликатные люди, но очень обидчивые. Тоже особенность. И ты принимай. Там, где ты живешь, ты принимай это все. Если ты будешь принимать, ты будешь счастлив. Но надо понять, что везде есть свои особенности. Вот, допустим, в Германию приехал, все очень четко, практично, точно, трудолюбиво, активно, по-деловому. Все это есть. Но есть также и те вещи, которые вас будут шокировать, сильно шокировать. Это очень сильная категоричность к человеку. Докажи, что ты не лопух. А доказывать придется долго. Понимаете? И они все вот там друг другу доказывают. Это Германия. Доказывают, что не лопухи. Мы здесь как бы чудо-кассы так хорошие. Там, если ты опоздал куда-то, если что-то не так сделал, дальше все. Все. Тебе жить будет очень сложно в этой стране. Потому что там надо быть всегда правильным. Такая, такой менталитет. И это очень напрягает. Это Германия. Там вот так. Понимаете? Кто был в Германии? Поднимите руку. Согласны со мной? И там свой напряг из-за этого. Там поэтому постоянного напряжения, потому что это всегда надо быть правильным. А здесь приехал, и какой хочешь, такой и будь. Но вдруг где и напряги есть. В каждой стране по-своему. Вот, допустим, поеду в Турцию. В Турцию тоже свои есть проблемы. Там, допустим, есть плюсы. Есть колоссальные минусы. Например, минусом являются родственные отношения. Если ты как бы не родственник, ни чей, то тогда ты вообще ноль. Понимаете? А если ты чей-то родственник, тогда давайте узнаем чей. Если ты, допустим, курдов родственник, тогда лучше вообще вали отсюда. И не важно, какой ты человек. Понимаете? Важно, чей ты родственник. У них такая культура, ты с этим ничего не сделаешь. Это так. А если ты приедешь, допустим, да и в Турции тоже вера, то же самое. Вот у тебя другая вера, до свидания, ты уже никто. Понимаете? И так далее. То есть разные миссии. Я говорю просто, и не то, что в Турции плохо, там классно жить. В Америке классно жить. Везде классно. Понимаете? Просто везде по-своему. И если человек валит куда-то, он думает, здесь плохо, там будет лучше, он там глотнет того, что там есть. Поэтому я и говорю вам, закон, хотите куда-то переехать? Нормально. Сначала привыкните здесь. Если вы привыкли здесь, значит сможете привыкнуть и там. Вот это мой ответ. Привыкли здесь? У вас, значит, есть сила привыкать. Вы можете и там привыкнуть. Не привыкли здесь? Вот то же самое, допустим, с женой. Живешь, говорит, я хочу лучше мужа. Можно, это в принципе бывает, я говорю, бывает, но сначала привыкни к жене. Но если я уже привык к жене, зачем ее менять? Вот в этом и смысл. Если ты уже привык к жене, так зачем ее менять тогда? А если Бог заставляет менять, так ты и к следующей привыкнешь. И будет все классно. Понимаете, принцип. Привык здесь жить, зачем тогда уезжать? Вот и я спрашиваю, зачем уезжать. А если у тебя по судьбе уезжать, ну тогда, значит, ты привыкнешь и там. Но если ты метаешься, у тебя не будет счастья нигде, потому что ты не понимаешь принцип. Принцип всегда взаимоотношения с этой энергией, трудностей или тяжелой судьбы, всегда только один. И его показал один всего человек. А может быть и не человек. Все по-разному считают. Кто показал принцип, как относиться к жизни? Кто? Иисус Христос показал, да. Он показал. Принимай свой крест! Неси свой крест! Он показал. Вот он принцип! Принцип!